Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона шахода Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Таджикистан в середине сентября на два дня стал местом, где решались ключевые проблемы безопасности на большей части постсоветского пространства. В Душамбе прошла сессия Совета коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности. Саммит собрал лидеров шести стран, входящих в военно-политический блок. Какие вопросы обсуждали за круглым столом президенты и куда движется военное объединение бывших советских республик, мы узнаем у Галима Фасхудинова. Саммит глав государств УДКБ в Таджикистане прошел в условиях беспрецедентных мер безопасности буквально в сотни километров. К востоку от Душанбе шла военная операция против вооруженной группировки экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзуда, который по версии властей стал организатором серии терактов в стране в начале месяца. Но данный фонд никак не испортил мероприятия более того публичных заявлений. По этому поводу почти не было. Лидеры стран больше говорили о ситуации в Сирии и борьбе с организацией. Исламское государство эти две темы объединяла одна ключевая проблема – всплеск религиозного экстремизма в мире. Сегодня она несет вызовы многим регионам, в том числе и Центральной Азии, отметили участники. Вот что в частности сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Постоянно здесь теребят Таджикистан, хотят сюда пролезть, дестабилизировать. Последние события, которые произошли внутри, наверное, не без вмешательства извне, все эти трудности мы знаем. Еще одной темой обсуждения стала обстановка в соседнем Афганистане. Участники саммита определили ее как деградирующую. Многие эксперты ждали конкретной оценки мер по оказанию военно-технической помощи таджикским пограничным войскам. И такие ожидания были логичны, ведь еще два года назад страны договорились предоставить Душанбе военно-техническую помощь. Но таджикская сторона пока ее в ожидаемых объемах не получила. Впрочем, публичных заявлений на этот счет не было. Возможно, разговор остался за закрытыми дверями. Но факт есть факт. Душанбе несет сейчас основную нагрузку по обеспечению безопасности на южных рубежах. Пространство ОДКБ и надеется на поддержку партнеров. Отметил первый заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана политолог Сейфулу Сафаров. Таджикско-афганская граница является границей СНГ. Помощь будет оказана, потому что здесь у нас общий интерес и общая система безопасности. И нам нельзя допускать расщатывание именно этой системы. А обстановка на таджикско-афганской границе тем временем тревожная, как сообщили в Госкомитете национальной безопасности республики. С начала этого года таджикские военные пресекли более 70 попыток нарушения рубежей. Треть из них с использованием оружия. В результате боестолкновений только за полгода пограничники уничтожили 11 нарушителей. Изъято около 500 единиц боеприпасов. Такая статистика похожа на хронику военных действий. Но пока, к счастью, ситуация полностью контролируется. Хотя прогнозы звучат тревожные. По официальным сведениям, на севере Афганистана скопились значительные вооруженные группировки. В их составе по разным оценкам насчитывается от полутора до восьми тысяч боевиков самых разных формирований. В том числе и Исламского государства-организации, которая признана в Таджикистане террористической. Вот что рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худайберды Халик Назар. Талибы заняли большое количество кишлаков, или как они афганцы говорят, улус-воли. И в провинции Бадахшан, и в провинции Кундуз, и в провинции Тахар идет такая тенденция. Талибы, их было в 2014 году всего 800, сейчас их около 8 тысячи, представляете? Буквально за два года количество в 10 раз увеличилось. Это раз. Во-вторых, появилась группа ИГИЛ, к большому сожалению. И вы знаете о том, что в 2015 году, в начале, из Центра ИГИЛ, из Ирака, было направлено около 70 миллионов долларов для создания ячеек по всему Афганистану. И в этом плане они очень активно работают. Направили большое количество эмиссаров и денег. Вероятность прорыва, хотя и минимальная, но все равно рассматривается первыми, примут вызов таджикские пограничники. В случае необходимости к ним придут на помощь подразделения Министерства обороны Таджикистана и российской военной базы в стране. Если угроза окажется масштабной, то организация договора о коллективной безопасности готова в течение двух суток развернуть на таджикском юге свой боевой потенциал. В первую очередь сюда могут быть переброшены коллективные силы быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона, в составе которых 12 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих. Есть у ОДКБ также коллективные силы оперативного реагирования, а это ни много ни мало, 22 тысячи бойцов специального назначения. Военные аналитики в странах ОДКБ надеются, что до этого дело не дойдет, хотя исходить нужно от худшего сценария, отметил генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. Тут действительно мы отслеживаем ситуацию по Афганистану, мы видим, что там увеличится количество вооруженных группировок. Мы не исключаем, что эти группировки через какое-то время могут попытаться осуществить проникновение на территории государств-членов ОДКБ в Центрально-Азиатского региона. Мы для этого и находимся на этих должностях, чтобы планировать и, самое главное, прогнозировать развитие обстановки. На саммите ОДКБ в Душанбе было подписано несколько очень серьезных документов. Они оцениваются экспертами как шаги с акцентом на оперативное реагирование в случае возможных кризисов в Центральной Азии. Первое из соглашений касается системы управления войсками ОДКБ. Второе – правил перевозок воинских формирований, имущества и продукции военного назначения через территории государств. Кроме того, организация очень близко подошла к формированию совместных авиационных сил. Налицо выход ОДКБ на новый уровень, говорит эксперт по проблемам Центральной Азии Дмитрий Попов. Приализуется долгосрочный курс на создание совместных войсковых соединений. Речь о мобильных силах быстрого реагирования, общей системе ПВО, соединениях спецназа. Что касается Душанбе, то здесь договорились о работе над созданием совместных авиационных сил, без которых трудно представить проведение современных операций, и миротворческого контингента ОДКБ, особенностью которого является возможность использования за пределами территории блока. Развиваясь под этим двум направлениям, ориентиром для ОДКБ во многих отношениях служит опыт Североатлантического Альянса, который в процессе своего становления также прошел эти этапы. Саммиты лидеров постсоветских объединений уже давно приобрели характер дежурных мероприятий. О последнем заседании в Душанбе этого не скажешь. В таджикской столице проявилась одна интересная особенность. После вывода основной части сил западной коалиции из Афганистана, у лидеров центрально-азиатских стран выросло понимание, что сегодня ОДКБ является единственной силой, способной реально обеспечить устойчивость местных режимов и безопасность региона. Репортаж подготовил Галим Фасхудинов из Душанбы. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете звонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала шхадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова